здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегент пришел следующий вопрос что делать если духовник чрезмерно вмешивается в личную жизнь конечно хорошо было бы понять что стоит под этим словом чрезмерно может быть он говорит вам слушай нехорошо красить государственного бюджета надо или работу менять или жить честно и вы говорите ой знаете как-то бачка сильно вмешивается в нашу духовную жизнь ты вообще в личную жизнь еще часто духовники вмешиваются в личную жизнь подробно испытывая твои интимные взаимоотношения с мужем ладно когда ты не замужем и хочешь не хочешь батюшки строго тебя предостерегают от каких-либо внебрачных отношений а когда уже батюшка спрашивают замужнюю девушку а что а как а где почему вот а покажи-ка на какой странице камас утра эта картинка находится сейчас мы дадим свое веское богословское мнение как правильно как неправильно то здесь наверное пора сказать батюшка извините эту тему обсуждать с вами не буду и потихонечку потихонечку или в этом храме исповедуемся у другого батюшки или в общем приходится придется наверно храм вообще сменить потому что если батюшка закут заточен на интимную сферу своих духовных чат то что-то здесь не так если честно поэтому вот такая история может быть вас не призывают в монастырь вопреки вашему желанию и стремлению и внутреннего расположения может быть и не лезут вашу интимную жизнь супружескую еще раз еще раз подчеркну может она какая-то другая история но если духовник требуют от вас не борьбы с тщеславием с гордостью с осуждением с блудом с ребролюбием печалью унынием завистью а рассказывает вам где вам учиться на ком жениться замуж за кого выходить где работать и так далее то наверное стоит почесать затылки и потихонечку делать ноги с этого прихода священник должен быть помощником он может тебе сказать слушай я знаю этого парня но не получится у вас семья я вас уверяю будет сложно это будет пытка тяжело будет с ним жить или с ней далее говорит слушай я знаю этот институт там уже не получится хранить ни целомудрия ни здравомыслия знаете всякое бывает или слушай давайте подскажу другой вариант то есть не просто отвергает но что-то предлагает отвергает худшее предлагает лучше это уже другая история поэтому еще раз еще раз повторюсь я тут если хотите таким жирным маркером описал из те истории которые совершенно немыслимы в взаимоотношениях с духовным чадом и священником вообще только-только в храм пришедшим человеком и священнослужителем который с тобой на исповеди общается вот то историй бывает много они все разные и дай бог нам в них не впадать а если что-то такое сомнение появилось на сердце то поговорите с другим священником аминь и богу слава помните что входя в храм мы снимаем шляпу но не снимаем голову будьте мудрик как змеи и кротки к голуби внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео